Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион», подготовленную журналистами телекомпании Гомеля, Мозыря, Речицы, Жлобина и Светлогорска в студии Виктория Шинкаренко. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Синько посетил Ельскую районную больницу. Основная цель визита – рассказать коллективу учреждения здравоохранения о социально-экономическом развитии страны, задачах на будущее, а также ответить на наболевшие вопросы. Проведение единых дней информирования – это белорусская традиция. Чиновники высшего ранга выезжают в регионы, чтобы рассказать последнее веяние в развитии страны и воочию посмотреть, чем живет глубинка. Визит председателя Государственного таможенного комитета Юрия Синько в Ельск не случайен. Это приграничный регион. Однако тема выступления перед коллективом районной больницы была гораздо обширнее. Юрий Синько обратил внимание на ключевые аспекты ежегодного послания главы государства, белорусскому народу и национальному собранию. Встреча президента с парламентом прошла в апреле. По традиции на важном для республики мероприятии подводили итоги, откровенно говорили о состоянии дел и решали, как будет жить страна на протяжении предстоящего года. Международная политика и место Беларуси как суверенного государства-миротворца. Последнее достижение экономики, проблемные моменты и планы на будущее, которые зависят от каждого из нас. Главный таможенник страны к встрече с медиками готовился заранее. Я думаю, это очень важная и нужная форма общения с различными коллективами. Мне, как руководителю таможенного ведомства, казалось бы, не совсем характерно встречаться с коллективом медицинским. Но вместе с тем, я в свою очередь, готовясь к этой встрече, я изучил работу региона, очень плотно пообщался с Министерством здравоохранения, получил соответствующую информацию для общения с коллективом. И сегодня, конечно, с удовольствием, ту информацию, которую мы можем дать для местного коллектива, естественно, я дам с позиции государства то, какая она в действительности есть. То, над чем работает государство, то, над чем работает медицина, то, над чем работают различные министерства и ведомства, в том числе и таможенный комитет. Юрий Синько остановился и на работе своей структуры. Таможенные органы делают все возможное, чтобы страна-транзит была привлекательна для перевозчиков. Ведь от этого зависит наполняемость бюджета. Постоянный прирост количества транзита по территории Республики Беларусь говорит о том, что наша страна, наше законодательство, наши технические возможности для обработки всех пассажиров и транспортных потоков готовы с точки зрения возможности обработки еще больших потоков. Это удовлетворяет сегодня Министерство транспорта. Они постоянно на всех мероприятиях констатируют факт, что стало более удобным пересекать границу. Это говорят за себя и наши дороги, когда с очень комфортными возможностями, в том числе транзитный транспорт, пересекает нашу страну. Увеличивается и торговый оборот внутри страны. Приятно констатировать тот факт, что за 4 месяца текущего года таможенная служба Республики Беларусь была собрана в бюджет нашей страны на 312 миллионов долларов США больше, чем за аналогичный период прошлого года. Единый день информирования в Ельской больнице прошел в форме конструктивного диалога. После доклада Юрий Синько ответил на вопросы, поступившие из зала. Также председатель таможенного комитета в рамках визита познакомился с работой учреждения здравоохранения и отметил положительный опыт эксплуатации в больнице электронной системы регистрации посетителей, записи на прием к врачу и выписки рецептов в электронном виде. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. В Мозыре прошел областной обучающий семинар для врачей на тему актуальные вопросы оказания высокотехнологичной травматолого-ортопедической помощи. Его участниками стали медики со всего региона. В зале представители травматологической службы, практики, теоретики со всей области. Конференцию посвятили вопросам высоких технологий в травматологии. Научная мысль постоянно движется вперед. Беларусь считается страной восприимчивой к новациям. Регионы при этом стараются не отставать от столицы. В последние годы действительно наметилась хорошая тенденция, положительная тенденция в развитии этого направления. Сейчас уже эти услуги по эндопротезированию доступны широкому населению. Практически все регионы уже охвачены этими операциями. Но в связи с тем, что количество операций растет, конечно, и количество проблем увеличивается. Поэтому сегодня наша цель, может быть, донести как-то до сотрудников, до наших коллег, пообщаться, обсудить рабочие вопросы по этим направлениям. Работа региональной травматологической службы была оценена на самом высоком уровне. Мозорским врачам есть чем поделиться, но и есть чему поучиться. Успешно применяются всевозможные современные методы оперативного лечения. Это эндопротезирование коленного, тазобедренного сустава, ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава, высокотехнологичные методы при переломах конечностей и таза. Достаточно успешно развиваются все направления травматологии и ортопедии Мозорской городской больницы. Я думаю, что это благодаря тем задаткам, которые были основаны еще 20 лет назад основоположниками травматологии Мозорской больницы. А также здесь немалую роль играют также и руководители, администрация города, которые всевозможными способами помогают развиваться в службе, я думаю, и всей этой больнице, для того, чтобы пациенты Мозорского региона получали необходимую и качественную помощь. Мозорские травматологи оказывают ортопедо-травматологическую и нейрохирургическую помощь жителям Мозорского, Ельского, Наравлянского, Лельческого, Житковического, Петриковского и Калинковического районов Гомельской области. За год выполняется более 1100 операций, пролечивается более 2500 пациентов. В отделении травматолого-ортопедической Мозорской городской больницы выполняется однополюсное тотальное допротезирование тазобедренного сустава и тотальное протезирование коленного сустава. Однополюсное начали еще в 2009 году. В 2011 впервые выполнено тотальное допротезирование тазобедренного сустава. И с 2015-го в Мозорской городской больнице начато протезирование коленного сустава. Причем, хочу отметить, это Мозор единственный необластной город в республике, в котором выполняется данный вид помощи. Количество операций ежегодно увеличивается. Ну и движемся к тому, что очередное получение конструкции для протезирования, она все-таки уменьшается. Расти не только количественно, но и качественно. Главная цель областного обучающего семинара – поделиться знаниями и впитать опыт. Лидия Поттер, Вячеслав Переписнов, телеканал Мозорь. Галаконцерт областного музыкального творческого конкурса «Объединяя сердца» прошел в районном центре культуры города Калинковичи. Инициатором проекта выступил одноименный благотворительный фонд из Мозоря. Особенные дети продемонстрировали на большой сцене яркие таланты. Галаконцерт музыкального творческого конкурса «Объединяя сердца» собрал в одном зале десятки самых талантливых ребят. В отборочном туре проекта участвовало почти полторы сотни ребят разного возраста. Дети из Мозоря, Калинковича и Василевича, Ибрагина, Ельска, Гомеля – плохо слышащие, слабовидящие, с особенностями развития и с особыми, ярко выраженными талантами. Сегодня на сцену поднимались лучшие из лучших. Инициатором проекта выступил благотворительный фонд «Объединяя сердца». Музыкальный конкурс последовал за уже ставшим традиционным художественным, раскрывая новые грани талантов. На самом деле идея организации музыкального конкурса появилась уже давно, где-то наравне с идеей о художественном конкурсе. Нам нужно было немножко просто времени для того, чтобы адаптироваться в художественном конкурсе и потом эту же мысль воплотить в то, что вы скоро увидите. Это меня лично музыкальный конкурс вдохновляет, заряжает. Я вижу живых детей, я вижу их живые эмоции, я счастлива и рада с ними общаться, подарить им частичку своей души и соприкоснуться с их душами. Идею поддержало множество творческих и просто добрых людей. Александр Патлис и Александр Виславский безо всяких сомнений отложили все важные дела и приняли приглашение организаторов. Я верю в то, что каждый человек имеет право на реализацию. Каждого человека есть особенная душа, она уникальна. И есть то, что эта душа хочет либо сказать, либо написать, либо может быть даже спеть. Поэтому я не состоялся, можно сказать, в этой жизни тоже в одиночку. Всегда рядом были учителя, родители, были люди, которые поддерживали, помогали, критиковали. Поэтому я сторонник того, что людям должны помогать люди. Тем более я знаю, что здесь есть дети с небольшими, скажем так, физическими какими-то недугами. И я думаю, что для них это очень важно. Поверить в себя, поверить в свои силы, что они имеют ценность, что они чего-то стоят. Поэтому я приехал поддержать. Вот я только приехал из Израиля. То есть был сольный концерт в Иерусалиме тоже. Благотворительный концерт в поддержку израильских детей, которые даже... Там такие серьезные у них отклонения, можно так сказать. Которые не только не слышат, но и не видят. Там целые методики пальцами, прикосновением. Поэтому, конечно же, какой мог быть отказ. Как только сказали, двумя руками за. Потому что дети – это наше продолжение. Руководитель фонда Светлана Борисейко во время отборочных туров была в составе жюри и призналась, делать выбор было очень непросто. Я хочу немножечко, буквально два слова сказать о том, насколько тяжелый, сложный выбор был для членов жюри. Потому что, дети, вы все прекрасны, вы все безумно талантливы. И те, кто находится сегодня здесь, на этой сцене, это лучшие из лучших, поверьте. Я желаю вам всем удачи, творческих успехов, дальнейших достижений. И, наверное, выбрать вот этот творческий путь в своей жизни. Спасибо большое, удачи. Дети из специализированных школ, коррекционно-развивающих центров, ребята, которых называют особенными, уверенно поднимались на сцену. А их исполнение трогало до глубины души. Неслышащие дети пели руками и сердцем. Будь со мною, будь со мною, от тоски хранят. Будь со мной, святая вера, небо именят. В финальном концерте выступили 23 солиста и коллектива. Для каждого ребенка конкурс стал настоящим праздником. Мы приехали из бабеческой школы-интернат, живем там хорошо. Мы приехали сюда выступать в кадриль, надеемся на победу. Мы представляем Василевичскую школу-интернат для детей с нарушением зрения. Этот фестиваль, который подготовил фонд «Объединяй сердца», для нас праздник. И мы желаем всем участникам счастья и удачи. Воспитанник Мозорского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Саша Кабанек стал вторым в конкурсе в номинации «Вокал». На галоконцерт приехал с мамой. По ее мнению, для сына музыка – это больше, чем просто самореализация. Саша занимается вокалом с первого класса, как поступил в ЦАКРАИР. Для Саши это очень важно, потому что Саша развивается. Саша этим живет. Ему очень нравится петь, да, Саша? И играть тоже. На синтезаторе он играет, на пианино. Поэтому я еще считаю, что это очень большой рывок в развитии его музыки. Потому что в 9 лет он только заговорил, а в 7 лет, даже раньше маленький он тогда был, он пел. Но говорить не говорил, а петь пел. Поэтому я считаю, что музыка – это просто жизнь его, наверное. Музыка объединила всех участников конкурса. А еще общим для всех стали целеустремленность, оптимизм и жизнелюбие. Организаторы говорят, проигравших в этом творческом состязании нет, потому что здесь победило добро. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Музырь. В конце мая традиционно принимают поздравления работники и ветераны химической промышленности. День химика – это дань уважения людям, связавшим свою судьбу с одним из самых современных, сложных и экономически значимых секторов промышленности. Сюжет из Светлогорска. На минувшей неделе сотрудники Светлогорским волокно отметили свой профессиональный праздник, торжественно с теплыми пожеланиями и напутствиями. Генеральный директор предприятия Василий Костюкевич отметил, что к празднику завод подошел с хорошими результатами, установленные показатели выполняются, есть перспективы развития и модернизации важные планы на этот год. Все достижения – результат слаженной работы всего коллектива высокого уровня профессионализма. Завершил свое выступление Василий Костюкевич на поздравительной ноте. Дорогие друзья, в канун праздника химиков я хочу всем вам пожелать хорошего настроения, хороших результатов в работе, крепкого здоровья. Я хочу пожелать добра и уюта вашим семьям. Я хочу пожелать молодым специалистам, молодым рабочим, чтобы вы любили свою профессию, относились к работе преданно и по хозяйству трудились. Я желаю, чтобы все задуманное нами свершилось, а мы с вами долгое время еще работали на этом прекрасном предприятии. Церемония чествования передовиков производства – неизменный этап празднования Дня химиков. За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие завода 35 человек были отмечены благодарностями и грамотами областного и районного исполнительных комитетов. Кроме того, двум сотрудникам были присвоены звания «Почетный химик» и «Заслуженный работник предприятия». Также на мероприятии были названы те, чьи имена занесены на доску почета или книгу почета завода. А вы знаете, что Маша самый умный в нашем власти? Соду с уксусом мешал, СО2 образовал. Вася, папа тоже, Вася, гендиректор. Помимо праздничного мероприятия, ко Дню химика по традиции были организованы спортивные соревнования, открылась выставка творческих работ сотрудников завода. Также пройдут праздничные вечера для ветеранов труда. Группа «Вольский» впервые приехала в Светлогорск концерта. Это первый тур по стране музыканта с 2008 года. Подробности у наших коллег. Минулые выходные можно смело занести у спец самых ярких подей музычного життя нашего города. В Светлогорске у першиню с концертом выступил Лявон Вольский. Концерт в тандеме стал феерычным финалом гастролев по краине. Песня «Вольский» Публика на концерте была разностайная и молодь, и старейшее поколение прохильников творчества Вольского. Клубный формат был обраны вельми удало. Можно было не стремливать эмоции, а от души потанчить под легендарные песни. Было атмосферно и энергично. Прогружали лепшие песни коллектива УНРМ, Мрои, а так само сольных альбомов Вольского. Музыки отыграли и новинки, а наприконцы до захопления публики выконали легендарные «Тры чарапаки». 23 мая в мире ежегодно отмечается День черепахи – животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Не остался в стороне и Светлогорск. Всемирный день черепахи отмечается 23 мая. Именно в этот день в картинной галерее «Традиция» состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Изумрудная черепаха-2018» и открытие выставки лучших работ финалистов разных лет. Инициатор конкурса – Парижский центр творчества детей и молодежи, при котором шесть лет назад был создан музей черепахи. С каждым годом желающих поучаствовать в масштабном проекте и представить на суд жюри свои работы, посвященные этим удивительным краснокнижным животным, становится все больше. Районный конкурс расширил свои границы, и теперь его смело можно называть республиканским, ведь он уже охватывает все регионы Беларуси. В нынешнем году было прислано 565 работ, выполненных в различных техниках. Рисунки оценивались по трем возрастным категориям – живопись и графика отдельно. Декоративные работы по 10 направлениям. Работы из дерева, декоративная миниатюра, текстиль, керамика, панно, соломка, вышивка, роспись, вязание, декоративная композиция и смешанная и оригинальная техники. Судейская коллегия определила 110 финалистов. Весьма примечательно, что в их числе 15 призеров из нашего района. Это учащиеся Чирковичской и 9-й школ, воспитанники Ювенты и эколого-биологического центра. На открытии выставки финалисты были награждены дипломами и призами. Все желающие могут посетить галерею и полюбоваться необычными работами. Выставка будет работать до 30 июня. Последнее учебное занятие – защита дипломной работы и экзамены. Спустя 5 лет учебы со своей «Альма-Матер» расстались выпускники Светлогорской детской художественной школы. 85 выпускников школы искусств 25 мая распрощались с родным учреждением, где они на протяжении многих лет развивали свои таланты и черпали вдохновение. Бывшим ученикам инструментального, хорового, хореографического, театрального и эстрадного отделений были вручены свидетельства об окончании музыкальной школы. «Лучшие» были отмечены грамотами за активную концертную и конкурсную деятельность. В нынешнем году на «Отлично» окончили школу 7 человек. А на театральном отделении существует своя хорошая традиция вручать лучшим выпускникам специальную награду – статуэтку, золотой еж и памятный фотоколлаж. Выпускной в школе искусств – это праздник душевных поздравлений, заслуженных наград и искренних благодарностей родителям за хорошее воспитание детей, педагогам за профессиональную деятельность, а ученикам за старания и успехи. Воспитанники различных отделений подготовили праздничные номера, принимая участие в концерте и выпускники. Праздник завершился, а выпускники не спешили расходиться, фотографируясь на память у стен родной школы искусств. Речицкий район вместе со всей страной отметил День работников физической культуры и спорта. Торжество состоялось в школе искусств и собрало лучших представителей отрасли. Событие объединило всех тех, кто выбирает здоровый образ жизни и продолжает добрые традиции спорта. В актовом зале школы искусства собрались те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни, кто создает для молодежи отличные традиции, подает личные примеры, учит умению побеждать. Многие из присутствующих в зале добились высоких результатов. У многих успех впереди. Собравшихся на торжественном мероприятии поздравил заместитель председателя райисполкома Александр Горбач. Хочу вам пожелать в первую очередь здоровья, долголетия, всего самого наилучшего. Ваша работа, вклад в здоровье нации, в продвижение нации на мировой арене. Ведь результаты вы все сами видите в интернете, анализируют, обсуждают, делают какие-то критические замечания. Поэтому благодаря вашему труду, вашему терпению формируется определенный генофонд нашей нации. Поэтому вклад в развитие нашего региона очень значительный, благодаря вашей работе. Хотя у нас есть результаты и международного уровня, но чтобы мы все время, с каждым годом прибавляли, так как нам прибавляют план по внебюджетной деятельности, чтобы мы прославляли наш регион, нашу республику, чтобы с каждым годом в семье заслуженных тренеров Республики Беларусь, заслуженных учителей, и семья эта пополнялась, росла из числа наших реческих тренеров и преподавателей. Всего самого наилучшего. Ну и, конечно, низкий вам поклон и большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Александр Горбач вручил заслуженные награды. Грамотой Реческого районного исполнительного комитета награждены тренер-преподаватель по велоспорту Петр Харитонов, тренер-преподаватель по армрестлингу Александр Стрижак. Грамотой Реческого районного совета депутатов награждены заместитель директора по основной деятельности детско-юношеской спортивной школы номер 2 Лариса Михайловская, заведующий отделом по основной деятельности учреждения образования Реческий физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Олимп Анатолий Батура и тренер-преподаватель по баскетболу Александр Верхотуров. В Реческом районе развитию массовой физической культуры спорта и туризма созданию современной спортивной базы уделяется большое внимание, что, несомненно, дает свои результаты. Речечане занимают призовые места на соревнованиях от областного до международного масштабов. И в этом, бесспорно, заслуга тренеров, учителей, специалистов различного уровня и, конечно же, самих спортсменов. Эстафету поздравлений приняли начальник отдела образования спорта и туризма Александр Деменчук и председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Ирина Бадюля. Я недавно, идя по Парку Победы, видел такую картину. Стоят подростки и идет мимо, видимо, с женой, наш, видимо, работник физкультуры, как потом. И вот крик «Здравствуйте!» Он ответил скромно «Здравствуйте!» Прошли мимо все. И потом такой возглас. «Это мой тренер!» Настолько была у подростка гордость в этих словах. И настолько мне вот со стороны видно, что да, он будет стремиться заниматься спортом. Он будет стремиться походить на этого тренера. Он сделает все, что скажет этот тренер. Непререкаемый авторитет у этого тренера. Значит, он входит в спортивную школу. И вы бы видели, как он стал выше даже в этой компании на голову. И как у него поднялся авторитет. Вот что такое спорт. Спорт, по большому счету, это здоровье, это красота, это будущее нашей нации. Поэтому сегодня я очень рад вас видеть всех в этом зале. И поздравляю всех с праздником. Передавайте поздравления тех, кому нету, кто сегодня на боевом посту. В 2010 году, когда я пришла в профсоюз, и оказалось, что я должна курировать вопросы спорта, я должна организовывать соревнования, оказалось, что мои знания ограничиваются буквально. Футбол – это когда мячик по полю, волейбол – это когда через сетку, и баскетбол – это когда в кольцо. Но учителя физкультуры сказали, не волнуйтесь, все будет хорошо. Как сказали, так и сделали. А в 2014 году к нам в организацию профсоюзную пришли учреждения спорта. Мы стали сильнее, мы стали крепче. Нам стало легче побеждать на межотраслевых соревнованиях района. А сегодня, уважаемые коллеги, команда «Пять человек» из Речицы включена в состав сборной команды Гомельской области. Эта команда поехала на республиканские соревнования защищать интересы нашей области. Я благодарна всем руководителям, которые помогают организовывать участие своих работников в этих всех спортивных мероприятиях. С праздником вас! Мы вместе! После поздравительных речей наступила церемония награждения. Александр Деменчук вручил грамоты отдела образования, спорта и туризма Реческого района и исполнительного комитета, Ирина Бадюля – грамоты районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки. В адрес виновников торжества прозвучало немало теплых слов, но праздничное настроение поддерживали юные артисты. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Одолеть сложное препятствие, но главное – испытать себя на прочность. В Калинковичах в третий раз прошла гонка «Зон Рейс». Вместе с профессионалами и новичками экстремального проекта на полосу вышли и дети. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Проверить свои силы на гонке препятствий «Зон Рейс» в городском парке Калинковичей собрались сотни людей разного возраста. Третий год подряд в небольшой поляский город приезжают фанаты экстремального бега со всей страны. Когда с идеей этого мероприятия пришел житель нашего города, в общем, большое число взрослого населения не понимали. Они думали, гонки автомобилей, гонки чего, кого, что преодолевать, куда бежать, они еще не понимали. И первый раз, когда мы это проводили, в общем, все так с опасочкой, ожидая, что будет. Но после того, как мы увидели столько участников, которые приехали из других городов, мы поняли, что это круто, это событийно, это будет привлекать гостей наш город. И последующие мероприятия город уже был заинтересован, и все больше и больше вкладывали эти соревнования. При поддержке местного райисполкома проект развивает Белорусская федерация гонок с препятствиями. Такой досуг популярен во многих странах. Для многих экстремалов главная победа – самоучастие. Именно поэтому на дистанции всегда много новичков. Подготовиться к гонкам им помогают профессионалы. Сам по себе вид спорта молодой, и все практически новички. Я сам недавно был новичком, только сейчас стал более профессиональным спортсменом. Задают в основном, так как мое прошлое связано с легкой атлетикой, задают более беговые вопросы по подготовке, по развитию выносливости, развитию скоростной выносливости, именно интервальных тренировок. Сам начал тренироваться еще с января месяца, набегал объемную базу. В месяц это уходило более 500 километров. И уже ближе к марту начал опускать объемы и добавлять более физухи ОФП. Ребята подготовил, приходило очень много желающих, их подготавливали. В прошлом году на этой гонке Артем одержал убедительную победу. В этом сезоне уже боролся за новое достижение. Отличный результат на зон-рейс становится билетом на квалификацию чемпионата Европы 2018. Всего отбор прошли 10 мужчин и одна девушка. Детский забег серьезных нагрузок, конечно, не предполагал, но своим участникам подарил массу незабываемых впечатлений. Я испытываю радость. Очень приятно, что ты победил. Самое интересное было, когда нас обливали водой и таскали бревна. Я пришел четвертым, когда только участвовал в первый раз. Мне понравилось очень. Мне больше всего понравилось там, где лила вода и шлангов. Мне понравилось прыгать через шины. Среди болельщиков юного Ярослава оказался и папа, олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, погреблен на байдарках Роман Петрушенко. Прославленный спортсмен сейчас готовится к международным соревнованиям. И выйти на забег не рискнул. Но удовольствие от мероприятия, признался, получило огромное. Я сам хотел поучаствовать, но все никак не удается, потому что профессиональный спорт, я боюсь получить травму. Только единственное, то, что меня сдерживает. Отрадно одно, что действительно такие мероприятия привлекают очень много молодежи, именно детей и здоровому образу жизни. То есть это самый большой плюс, наверное, в проведении вот таких мероприятий. На 7-километровой дистанции оказалось больше 25 препятствий, начиная от барьеров и рукоходов до кантования покрышек. Часть преград созданы самой природой, но большинство специально смонтировано. Бегуны-экстремалы прыгали через горящий ров, носили по трибунам стадиона 50-килограммовые мешки и преодолевали трехметровые стены. Все победители получили денежные призы. Но для большинства спортсменов-любителей главное – это адреналин и зашкаливающие эмоции. А еще возможность поверить в свои силы и гордо сказать «Я сделал это». Екатерина Юрченко, Виктория Сининская, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь. Это был последний сюжет нашего выпуска. Смотрите «Регион» на следующей неделе. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова